В каком-то месте тут мужчине придется раздеваться по поясу. Впервые узнал, что эти надстройки над храмами, они сакральной какой-то цели не несут. Это просто изображение всей индийской мифологии. Это храмовая колесница. На праздники запрягают ее, украшают цветами, фруктами. Они в кольца, которые там внизу можно увидеть, запрягают быков, веревки привязывают или люди впрягаются и таскают эти колесницы вокруг храмов, по улицам города. Самый большой праздник – это день бракосочетания верхних богов – Шивы и Парваки. И тогда бросают все радующиеся прихожане, бросают эту колесницу попарно связанные бананы, что символизирует бракосочетание. История про то, почему изображение Брахмы не употребляется в других храмах. Только в этом храме есть изображение Брахмы. Однажды Брахма и Вишну поспорили, кто второй после Шивы. Вот Шива точно первый, а Вишну и Брахма, ну непонятно, кто из них второй, кто третий. И пошли к Шиве, говорят, ну слушай, рассуди, а кто из нас на самом деле? Второй по званию. И Шива сказал, а вы идите на мой лингам, ну там вот прямо так и предложил. Один в одну сторону по моему лингаму, другой в другую сторону по моему лингаму. И кто первый найдет конец моего лингама, мой конец, то есть, тот как бы и второй по званию. И Вишну, как порядочный человек, пошел по лингаму, шел, шел и в конце концов понял, что Шива бесконечен и он не найдет. И он пошел и честно Шиве сказал, извини, Шива, я не нашел твой конец, ты бесконечен. А Брахма схитрил и тоже не нашел конец Шивы, куда был послан. Но в итоге пришел и набрал Шиве, что нашел ему конец, все нормально. А Шива сказал, ой-ой-ой, ты набрал. Поэтому люди никогда не будут тебя молиться в храмах. Вот поэтому ни в одном храме больше в Индии нет изображения Брахмы. А в этом есть почему-то. Точно не знаю почему. Музыка. Я люблю музыку. Хоргана, дорогой. А? Стоп, хорошо. Хоргана! Вот такие борода большие. Вот Шива. Барвы здесь. Брахместане. А это Хануман. Ну да. Пойдем там в Курзу, посмотрим там что-то происходит. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А то, что они вообще пускают посторонних людей, ну, ты не похож на посторонних, честно говоря? Они как-то это видят, это все равно видят. У тебя должен быть паспорт, в паспорте должно быть указано, что ты хинду, тогда... То есть у нас, например, были гости, они в турагентстве, они хинду прямо вот с этими сиатрами, вот этими вот все, и они пошли под Манапу с вами там, 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 паспорт покажи, у меня паспорт гражданина Российской Федерации. А, то есть ты индийцем должен? Здравствуйте, где ты? Из России. Из России. Здравствуйте, вы не знаете язык или только Россия? Гибель-копут. Гибель-копут. Спасибо. А почему Гибель-копут? Ну, скажи, что им, и тебе есть интернет. Мы не знаем, что там есть английский, что там есть... О, мой английский не звучит. Sorry, friends. Так получилось. Но ты можешь пройти на экскурсию. А вот это место. Здесь находится Таумалин Томполь. Не очень понятно? Можно? Не очень понятно. Это очень удобно понимать. Да, очень удобно. Скажи, это уже не постройки 500-го года в нашей эры. Это, вероятно, все перестраивалось, достраивалось. Да, оно не меняется. Ну, вот половые плиты, вот основание, вот это, скорее всего, прямо уже полутора тысячи. Ну, вы можете не менять даже. Поскольку мы находимся на территории, где происходило действие Рамаяны. А, да, да. Он тоже Рамаян был. Вот, например, храм Ситы Рамы. Вот где, товарищ, молится. Вот как раз вот сидит Гаруда. Это вахана, транспорт Бога Вишнам. Поскольку Рама – это Аватара Вишна, поэтому здесь вот Гаруда присутствует. А внутри там Рама Исита. Вот Рама Исита, Аватары Вишны и Вакши. Вот они. Свернем к Шиве, к колоннам. Ну, детально попросит, что она на берега. Ну, Шиве – это все-таки главный Бог, да? Мы, Вашнава, считаем, что Вишна. Ага. Брахма. Брахма, да. И только Бог Вишну, не Шива, Вишну, он берет в себя, в свое тело наиболее значимые энергии, космические тела, закономерности. Вберет в себя и будет парить в безбележном причинном космосе, в безбележном причинном океане. И все будет охранить до тех пор, пока опять не будет в купании возродиться лотос, из которого опять родится Брахма, который опять создавается в мир. И в индийской религии все циклично. И все это уже было. А поскольку они апеллируют такими понятиями, что такими большими величинами, например, один день Бога Брахма длится по продолжительности сопоставимой, равной продолжительности существования планеты Земля. Это его один день. Это Брахма. Единственный храм в Индии, где есть изображение Брахма. А там что-то запело, заиграло это. Можно? Я пойду музыку покажу. Я пойду музыку. Я пойду музыку. Я пойду музыку, я пойду музыку. В đóи не приходите займусь, чтобы вы свет в таком месте мы в Мэнгенадан просто прогоносим вот так я в предназначении вот так я в предназначении красиво поют я не пойму откуда не нашел, а вон ушел там я пытаюсь найти где поют он достаточно мелодичный красивый а вот халаман очень важный персонаж длинный длинный паузу 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Смучаются. Позови их. Спасибо. Согласен. Согласен. Это Вишна. Это Бог Вишна. Со своими худыми и средыми его ипостаси его жены. Идем дальше. Ты не нашел нас их спутника? Они что-то нету и по привязке я подходить не стал. Как бы там выгодно, да. А вот я не стал. Господин Вишна. Это примерно та же копия, что... Примерно та копия, которая у нас в монахе с вами темплю. Он лежит. У него в ногах жена. А у него есть пупа... Растет лотос и... Скажи, вот оранжевое такое существо такое бесформенное. Иногда с глазами эту Вишну есть, да? Или нет? Да, очень часто встречаются. Особенно в таких маленьких дворовых каких-то храмах. Такое оранжевое какое-то... Знаешь, как будто вот... Как это называется? Это шива лимган. Классический? Это классический, ребята, шива лимган. Шива лимган. Маслом его омывают. И это маслоприемник как бы... Опять же, женский орган символизирует его команду. Долгий не надо, да? Нет, он все закрывает. Санки сэр. Санки сэр. Татсущее шива. Татсущее шива. Татсущее шива. Татсущее шива. Татсущее шива. То есть надо быстро пойти посмотреть? Да что ж тут спели, зам. Тут прямо всех погоняют. Говорят, давайте, давайте, скорее. Ну, видимо, тут тайминг. Да. Все равно что-то посмотрели? Да. Сейчас мы попросим кого-нибудь поиграть. Умываться огнем можно, да? Да. По-доброму это делать перед тем, как шире идти. Можно и сейчас. Поскольку я нарушаю запреты поскольку. Ну, три раза как бы. А, три раза. Можно одной шести? Теперь можно. Музыка мне нравится очень. Да. Сергей позвал Брамина, чтобы он поиграл на музыкальных колоннах. Слушай, я тут хожу, один по храму разговариваю с тобой. Это, наверное, нормально для него. Нормально для него. Да. Так не надо. Пропускаем Брамина вперед. Пропускаем. 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 Он сейчас будет. Идите сюда. Войди, войди, войди. Присед. Это как бы камень издает стекольный звук такой. Не все дожили элементы. Их было пять. А теперь все где? Брам, нет? Брам. Брам, Брам. Ну, ага, ну, Брам. Только-только камень говорит. Не металла, ничего. Только каменный. Теперь вот здесь подходите, нужно приложить к уши. Вот сюда вот. Прямо там. Прямо ухо прикладывайте. Да. Прямо там. Звучит. Собираюсь за кого-нибудь. Ум. Глотится. По июще. Это как бы барабан. Басовый барабан и уровень. Глот. Блок, шива, отдай Миски. Окей? Миска какая-то получается. Прикладывайте. Все равно шиво. Да, очень басовый. Басовый, конечно. Иглича. очень много музыкальных колонн в этом храме опять уши прикладывайте ну и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Древний индийский храм В этом месте, в общем, происходили события Рамаяна Еще зал танцующих шиф Там официально можно фотографировать А, да? О, здесь можно снимать Это такая радость для туриста Вот здесь, где танцующий шиф Зал танцующий шиф В этом танцующий шиф Центральной композицией является вот это Этот танцующий шиф Зал, являющийся центральной композицией Он выполнен из трав Херба И, как Брамин сказал Этой картине тысячи людей Мы верим Брамину, несомненно Конечно Брамин сказал, насчитывает и есть Танцующие шифы Целый зал Единственное место, где можно, на самом деле, снимать В этом храме Все остальное под запретом Лошадка И танцующий шиф Над ней Зал танцующий шиф Единственное место в храме, где можно снимать Во всех остальных местах Это строго запрещено Камеры висят И если тебя заметят, то могут быть проблемы Не знаю, какие Или не замечают Немножко оставим Ну, во-первых, мы нарушали запреты Во-вторых, в принципе, положено История, как этот храм, в принципе, появился на этом месте И почему на этом месте Бог Индра Это большой был бог такой, как бы Ну, вице-президент богов индейских Он влюбился в одну земную женщину У которой был муж Она была замужем Очень красивую Очень красивую Порядочную И как бы, ну, без вариантов У Индры была история Хотя вариант он нашел Он ночью Перед рассветом Прикинулся петухом И прокричал петухом Под окнами этого мужчины Муж этой женщины подумал, что уже утро Пошел на работу А Индра прикинулся этим человеком И вошел в дом И овладел женой этого мужа А муж шел-шел на работу И понял, что, как бы, ну Вроде бы еще не время Что-то он ошибся Вернулся домой И смотрит, что сам Сам овладевает своей женой На своих же глазах То есть он понял, что что-то не то Они раскрыли Индру И этот муж проклял Индру Индра покрылся То ли струбьями То ли язвами То ли женскими половыми органами И никак не мог от этого избавиться И Индра вот на этом месте построил храм Чтобы как-то выболить прощение За вот этот косяк И в конце концов Вот я не знаю, к сожалению Выболил или нет Но храм стоит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры Yayых Игорь Негода